Сотрудники Главного управления МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Костромской и Ульяновской областей раскрыли серию хищений крупных сумм мошенническим путем. Подозреваемым оказался заключенный, отбывающий наказание в исправительном учреждении города Ульяновска. Предварительно установлено, что криминальную схему разработал мужчина, осужденный за разбой и преступление против половой неприкосновенности. Он регистрировался на сайтах знакомств и с использованием ложной информации входил в доверие к женщинам из разных регионов России. Злоумышленник представлялся соучредителем банка, либо состоятельным бизнесменом. В процессе общения он сообщал своим новым знакомым о проблемах с выводом денег со счетов и предлагал временно перечислить им 2 миллиона долларов. Как доказательство, заключенный направлял поддельный снимок экрана своего смартфона, на котором в банковском приложении был открыт счет на указанную сумму. Для операции по переводу валюты мужчина просил выслать ему персональные данные, в том числе фотографии имеющихся банковских карт и паспортов. Используя эту информацию, он входил в мобильные приложения банков и оформлял на потерпевших крупные кредиты. Кроме того, подозреваемый убеждал женщин заплатить значительные суммы в качестве комиссии за банковскую операцию. Похищенные деньги фигурант переводил на счета своих родственников и знакомых. В настоящее время известно о четырех эпизодах мошеннических действий, ущерб от которых составил более 2 миллионов рублей. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицейские во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии провели обыски у граждан, счета которых использовались для обналичивания криминальных доходов. Изъяты денежные средства в размере миллиона рублей, банковские карты, средства связи и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Следователями, а также оперативными сотрудниками полиции и ФСИН России организованы мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности. Продолжение следует...